И так, всем привет, это у нас GadgetX. Компания HopTom представила безрамочный смартфон, получивший название S9 Plus. Как и конкуренты, новинки имеют тонкие рамки сверху и по бокам дисплея. Но производителю удалось добиться уникального и узнаваемого дизайна за счёт арочной формы нижнего и верхнего торцов. Также смартфон оснастили двойной камерой, слотами для двух сим-карт и ёмким аккумулятором. Ключевой особенностью HopTom S9 Plus стал 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1440х720 пикселей и соотношением сторон 18 гп. За счёт меньшей ширины аппарат удобно держать в руке. В нижней части устройства расположилась кнопка домой со встроенным сканером отпечатка пальцев. Задняя крышка изготовлена по специальной технологии и имеет необычный эффект при отражении света. За производительность в HopTom S9 Plus отвечает 8-ядерный процессор Mediatek MT6750T с тактовой частотой 1,5 ГГц. Графический ускоритель у нас здесь Mali-T860, 4 ГБ оперативной памяти, объём встроенного накопителя составляет 64 ГБ, но всегда можно расширить с помощью карт формата microSD. Основная камера HopTom S9 Plus двойна и представлена с сенсором на 16,5 мегапикселей. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 мегапикселей. Как задняя, так и передняя камера позволяет делать снимки высоким разрешением при условии хорошего освещения. Среди интересных функций стоит отметить возможность размытия заднего плана. Ну это скажем так, 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 в бюджетных телефонах это так себе. Также у нас здесь устранение проблем с физиономией, дефект это прыщик у вас там где-то выскорить, марш, как у Sharpie. Так, есть панорамная съёмка и режим HDR, который ну как бы работает так себе. Так, здесь у нас также имеется большой экран потребления, экрана по энергии у нас здесь немало. Поэтому в HomeTom S9 Plus установили аккумулятор емкостью на 4000 мАч, который при условии умеренного использования хватит на 2 дня работы смартфона без подзарядки. Функционирует новинка под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с поддержкой многооконного режима. Он позволяет одновременно работать с двумя вложениями, что особенно удобно делать на экране с самым стороном 18GD, который делится на две равные. Итак, вернёмся к камере, как я уже говорил, камера здесь будет хорошая, но не всё так радужно в бюджетниках и речках, как нам описывают обычно. Поэтому скажу сразу, сфотографировать он будет, конечно, замечательно, это без вопросов. Но по поводу размытия и других эффектов это, конечно, будет немножко сомнительно. Потому что мне подали уже на обзор подобные аппараты с двумя камерами, и, как правило, размывали фон они не очень. Но в целом фотографировали нормально, мне нравится. Так что вот такие дела. Всем пока!